Членами жилищного кооператива БСТВ могут стать жители всех регионов России и зарубежья. Для приобретения собственного жилья нужно сделать всего 5 шагов. Вступить в кооператив, внести 35 или 50% стоимости квартиры, подождать от 3 до 5 месяцев и заселиться, не забыв ежемесячно платить взносы и проценты за кредит, ставка по которому от 2 до 6% годовых. Человек, желающий приобрести жилье через наш кооператив, вступает в кооператив. Это занимает, пока документы дойдут до Санкт-Петербурга, вернутся обратно, в течение месяца. Он получает документы на руки. Если у него есть сумма 35% от стоимости желаемого объекта, он ее оплачивает и образуется очередь, встает в очередь. Очередь у нас от 3 до 5 месяцев. Это особенности. То есть, конечно, человеку нужно объяснить, что ему придется подождать. Потому что, если в банке, то в течение 2 месяцев, пока он соберет документы, он ожидает своего платежа. То есть, здесь придется подождать. Приезжает оценщик, оценивает выбранное жилье клиента. Как только произошла оценка, кооператив перечисляет деньги на денежный счет покупателя, приобретает объект недвижимости в свою собственность. Человек вселяется, как только кооператив приобрел квартиру для клиента, клиент сразу же вселяется в квартиру, прописывается, и заключается договор найма жилья, который регистрируется в юстиции, то есть в регистрационной палате. Человек живет в квартире, прописывается, прописывает всех своих родственников и потихоньку рассчитывается с кооперативом. Жилищный кооператив БСТВ выкупает даже ипотеку своих потенциальных пайщиков, в том числе и валютную по курсу, и предлагает свои условия приобретения жилья. На сайте кооператива есть удобный калькулятор платежей. Пайщики смогут увидеть размер ежемесячного взноса, рассчитать погашение на любой срок до 10 лет. Процентная ставка и размер взносом увеличиваться не будут, обещают представители. У нас переплата по кредиту составляет около 30%. Когда человек вступает в сделку с банком, он переплачивает банку практически 250-500%. Для внесения первой суммы может быть использованы материнский капитал или банковские накопления. Мы сотрудничаем со всеми банками Российской Федерации. Но очень важный момент, что паевой взнос у нас хранится в Сбербанке Российской Федерации. Что немаловажно для тех людей, которые испытывают недоверие к нам, но не испытывать недоверие к Сбербанку Российской Федерации, думаю, как бы не стоит. Еще одна особенность жилищного кооператива. В случае добровольного выхода из организации, пайщику возвращаются все выплаченные деньги за исключением вступительного и членских взносов, которые всего 1 тысяча рублей в месяц. Если человек вдруг по каким-то обстоятельствам жизненным, всякое в жизни бывает, хочет отказаться, то есть он какое-то время накапливал себе, уже проживает в квартире и рассчитывается с нами, вот он отказывается, у него нет возможности платить. Мы ему предоставляем финансовые каникулы. То есть до года он пишет заявление в кооператив, и до года мы ему даем отпуск, то есть он ничего не платит. Но этот год включается в договоре, что он в следующий год будет переплачивать. Руководитель Лобинского представительства говорит, что сегодня в кооперативе уже около 100 пайщиков, 12 из них в феврале заселились в квартиры и прописались. Жилье можно приобрести и в любых городах России. Речь также идет о коммерческой недвижимости и земле. Центральный офис кооператива БСТВ находится в Санкт-Петербурге. По всем городам России у нас практически открываются каждый месяц офисы. Ростов, Краснодар, Калининград, Казань, Пермь. То есть география растет с каждым месяцем. Мы планируем открыть офис еще недалеко здесь, в Армавире. Белореченский открыт офис в Краснодарском крае, в городе Краснодаре большой офис. Поэтому люди уже устали от ипотеки. Людям этот непосильный груз тянуть от даже 12%, как вчера было озвучено нашим правительством, все равно очень тяжело. Тем более ипотечные кредиты, они не возвращаются. Если у нас есть гарантия того, что вы накопили и вносите платежи в наш кооператив, по законодательству все пои, если вы захотите выйти из кооператива, они все возвращаются. Жилищный кооператив является некоммерческой организацией. Его деятельность регламентируется гражданским и жилищным кодексами и контролируется государственными органами. Более подробная информация находится на сайте, или же ее можно получить в офисе, пообщавшись с представителем. В Лобинске он находится на улице Красной, 65. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова